Я рисую картины и уже занимаюсь 6 лет. Долго дома рисовала, смотрела мультики, срисовывала. Потом меня решили родители сюда отдать. Можно сказать, где-то с годика уже могла рисовать кружочки, палочки четко. Не просто там каракули. И с трех лет она уже рисовала животных. Нам уже прям просто нас заставляли идти в художественную школу. Мы пошли туда с 7 лет и нам сразу сказали, что у нее талантность. Пришла маленькая. Маленькие детки не сдают экзамены при поступлении. И перешла она ко мне от другого преподавателя. Год она занималась у молодого преподавателя, которая ушла в декрет успешно. И потом мне она и досталась, скажем так. И глядя на маленькую девочку, сразу чувствовалось, что в ней есть искра Божья. У нас проходит дружное занятие 3 часа в день. Ну, 3 дня в неделю. По 3 часа. Что самое сложное, это построение. Правильно передать объем еще сложно. А конкретный момент помните, когда вы поняли, что Оля, ну вот из нее получится? Сразу. Прямо вот сразу, да. Потому что ребенок сразу отличался от других детей. Именно яркостью образов, именно нестандартным мышлением. Когда дети приходят, они боятся сами принимать какие-то решения в работах. Они следуют за преподавателем. А Оля, она не ждала моей указки. Она уже сама пробовала. Да, где-то ошибалась, где-то как, но она шла своим путем. А я ей только показывала направление. Мой любимый художник, наверное, Айвазовский. Он очень красиво рисует море. Больше всего мне нравится рисовать животных. Не знаю, я испытываю какое-то особенное удовольствие, когда вырисовываю каждую шерстинку. Попадают дети, которые родители решают, чтобы во дворе не бегал. Пусть вот он рядом, школа находится, а вот пусть он здесь. Но пока ребенок маленький, он слушает маму. Он идет послушно, добровольно, принудительно идет. Но если это не его все-таки, когда ребенок взрослеет, он может сказать маме, что нет, я хочу это. И такое случается нечасто, но случается. И тогда нужно отпустить. Вначале они-то все хотят. Они все хотят, и всем все нравится. Потом, конечно, был период, ей не хотелось. Мы ее туда заманивали. Когда пошла в первый класс, в семь лет ей было восемь. Тяжело, может быть, было, уставала. Не хотелось ей, да. То есть калатку, кусок, еще что-нибудь, подарок какой-нибудь. Заманивали ее. Она года два туда с подарками ходила. А потом уже повзрослела нормально. Я никогда не думала о том, чтобы бросить рисовать. Потому что мне это нравится. Я хочу добиться в рисовании, чтобы мной гордились учителя и родители. Самое главное. Благодарю тому, что она занимается в художественной школе. Конечно, у нее успеваемость в школе хорошая. И учителя ее хвалят. И постоянно она рисует и плакаты, и рефераты. И в классе что-то там творчеством занимается. То есть к ней постоянно все ученики советуются. И она помогает многим с рисованием. Живопись – это не только цвет, это еще и тон. Здесь есть более темные места и более светлые. Значит, сейчас ты добавляешь тональности. Прорисовала рефлексы все. Да, вот ярче получается пятно. Задний план, он темнее. По нему свет скользит. На горизонтальную поверхность падает. Поэтому сейчас задний план утемняешь. Но смотри, чтобы он был одинаково так. Темненький, да? Ну, в работе преподавателя, мне кажется, всегда испытываешь радость. Когда видишь радость и счастье в глазах детей. А оно бывает, когда у них что-то начинает получаться. Тогда и они рады, и ты радуешься. Их успехи, вроде бы твои успехи тоже в какой-то мере. Когда у них проходят персональные выставки в школе. Допустим, когда получают какие-то заслуженные награды. Как, например, вот эта, которая Оле сейчас досталась. То есть, и надеюсь, это не последний наш предел. Что еще впереди. Она еще достаточно маленькая девочка. Ей только недавно исполнилось 13 лет. И я думаю, вся еще творческая жизнь впереди. И она этим занимается с увлечением. Первая картина, которую я здесь нарисовала, это было яблоко. Тогда раньше, когда я не училась в школе, я не знала, что такое тень, цветотень, полутень. А когда нарисовала яблоко, поняла, как многого не знала. Чтобы не было слишком контраста на заднем плане у нас. Потому что контраст, он всегда привлекает внимание. А на заднем плане нужно, чтобы ушел. А на переднем плане как раз нужны контрасты. Если выбирать между карандашом или красками, то я выберу, наверное, карандаши, потому что им легче рисовать краски. Их не так легко переделать, если допустил ошибку. Есть картина, она нарисовала ее на 9 мая. Это была первая ее такая картина, которую мы как бы удивились. Где это сын приходит с войны, этот, его обнимает, ой, сын, муж приходит с войны, его обнимает жена и ребенок, собачка. В общем, вот. И две соседки смотрят из... Ну, нас поразило вот это вот то, что две... Она сама нарисовала, две соседки смотрят через калитку. И у обеих... У одной грустное лицо, у другой веселое. Ну, вот я ее спросила, она говорит, грустное, потому что у одной сына не вернулся, а веселое, потому что у той тоже... Ну, а у той, наоборот, вернулся с войны. Субтитры подогнал «Симон» Я хочу пойти либо на архитектора, либо на дизайнера, а художником я буду всегда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»